Окей, давайте начинать. Приветствуем вас на вебинаре по BIM-проектированию в Revit «Работа с уведомостями и спецификациями». Лектор Станислав Ощиков, специалист по BIM-моделированию, сертифицированный специалист Autodesk Revit Professional. Сегодня у нас шестой вебинар из серии вебинаров BIM-проектирования «От основ до практического применения». Напомню, что следующий вебинар у нас из этой серии состоится 19 сентября. Также напомню, что 5 сентября у нас состоится очередной вебинар с профессором Эдуардом Мейеровичем Базилианом. Эта серия вебинаров основана на его новой книге, которая скоро будет опубликована. Тема вебинара «Электромагнитная совместимость с молнией. Когда и какие УЗИП устанавливать?» В чат сейчас отправлю вам ссылочку на ближайшие вебинары проекта. Вот она. Если вы еще не зарегистрированы, то обязательно регистрируйтесь. Ссылка в чате. Узнавать о новых мероприятиях вы можете не только на нашем сайте, но и в наших группах в социальных сетях. Ссылочки также сейчас отправлю в чат. Вот основные наши группы. Это «Контакт» и «Фейсбук». Ссылки в чате. Добавляйте сейчас в соцсетях или регистрируйтесь на сайте. Не пропускайте актуальные события. Несколько слов по организационным моментам. Вебинар у нас продлится 60 минут. На вопросы мы будем отвечать в ходе вебинара в чате и дополнительно в конце вебинара, если это потребуется. Сразу отвечу на частый вопрос, что запись вебинара будет. Она обычно выкладывается в течение 2-3 дней на сайте. После этого мы отправляем запись в виде ссылок на почту всем зарегистрированным пользователям на вебинар. Ваши вопросы прошу писать во вкладку «Вопросы». Так удобнее их видеть и отвечать быстрее, оперативнее на них. И призываю вас быть активными, задавать свои вопросы и оставлять комментарии в чате. Вступительная часть завершена. Передаю слово Станиславу. Сегодня мы будем изучать такую интересную тему, очень важную. Это работа с ведомостями и спецификациями в Revit. Какой у нас план нашего сегодняшнего вебинара? Сначала мы рассмотрим принципы работы, описание принципов работы со спецификациями. Далее создадим и отредактируем спецификацию по какой-нибудь категории в Revit. Дальше рассмотрим настройки спецификации, создание расчетных значений спецификации, параметров и так далее. Под конец оформим спецификацию и разместим ее на листе. Пройдем весь путь от создания до размещения на чертеже. У спецификации в Revit есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как вообще создавать спецификацию. Что вообще такое спецификация в Revit? Спецификация – это таблица, в которой содержатся данные, извлеченные из свойств элементов проекта. Вообще, как я уже ранее в вебинарах говорил, в проекте Revit модель является базой данных. И, соответственно, эту базу данных можно представить в табличной форме. Собственно, чем спецификация и является. Это таблица из модели. Все элементы, которые находятся в какой-то структуре такой, в табличной форме. Есть несколько особенностей спецификации, которые необходимо знать. Первое – это то, что в принципе спецификацию просто так элементы занести нельзя. Вы не можете создать какую-то строчку, в которую вписать какие-то данные. Данные в спецификации появляются только тогда, когда вы заносите какой-то элемент в модель. По-другому никак не получится. Нельзя сделать, как в автокаде, просто взять еще, добавить одну строчку, как в Excel, и записать туда все, что вы хотите. Так не получится. Спецификация создается только из элементов модели. Создавать спецификацию можно в любой момент по мере необходимости. Что это означает? Это означает, что спецификацию можно создать даже тогда, когда у вас в проекте, в модели вообще еще ничего нет. То есть вы можете создать спецификацию заранее, занести определенные столбцы с параметрами, допустим, наименование элементов, количество элементов и так далее, какие-то примечания, комментарии. И в дальнейшем при создании моделей эта спецификация будет заполняться автоматически по мере создания. И еще одна особенность очень важная, это если в проекте вносятся какие-то изменения, затрагивающие данные спецификации, то спецификация автоматически обновляется. Если вы изменяете какие-то атрибутивные данные в ваших элементах, это влияет на спецификацию. Если вы заносите новые элементы в модели, это влияет на спецификацию. Если вы удаляете элементы, то же это все в спецификации отображаются, все эти изменения. Помимо этих особенностей спецификации, нужно еще понимать структуру спецификации, как она формируется. Формируется спецификация очень простым образом. Это таблица, в которой есть, соответственно, столбцы, строчки и ячейки, в которых занесены какие-то данные. Каким образом она формируется? Всю таблицу можно понимать следующим образом. Каждая строчка в спецификации – это отдельный элемент. Каждая строчка – это отдельный элемент. Допустим, вот здесь у нас представлена спецификация с дверьми. И каждая дверь – это отдельная строчка. Вначале первая, вторая, третья, четвертая. У них может быть одинаковый набор данных, но это каждый экземпляр по отдельности. Здесь можно прочитать элементы модели, размещенные в проекте. А по столбцам у нас размещаются наименования параметров, которые в этих дверях есть. Это маркировка, это изготовитель, это наименование, уровень, допустим, на котором расположена дверь, ширина, высота коробки и какие-то комментарии даже можно добавить. Параметры могут быть как заполнены, так и не заполнены. Допустим, вот как в комментариях, здесь пустые строчки. И, соответственно, ячейка, каждая ячейка – это значение параметра для определенного элемента. То есть у нас есть, допустим, вот какая-то дверь с маркировкой 44. Это один экземпляр двери. Так, прошу прощения. Это один экземпляр двери. И у него есть определенные значения параметров. Параметры мы смотрим вот сверху по названиям столбцов. А значения параметров для определенных экземпляров находятся в ячейках. Это основной принцип создания спецификации, ее структуры. И если это понимать, то становится гораздо проще потом вникнуть вообще, как это происходит и как создаются спецификации. Давайте теперь посмотрим на, собственно, на примере, каким образом это создается на проекте. У нас здесь я представил проект отопления вентиляции. И вот на его основе мы как раз сейчас и рассмотрим, разберем спецификации, что это такое. Первое. В диспетчере проектов есть отдельная вкладка ведомости и спецификации, в которой, если вы раскроете список, здесь могут находиться уже какие-то созданные заранее спецификации, которые присутствуют в проекте. Они вот таким большим списком находятся вот здесь. И при нажатии двойным чрезвычайной мышкой мы переходим в спецификацию. Допустим, экспликация помещения. Но у нас здесь помещений никаких в проекте нет, поэтому экспликация пустая. Вот таким вот образом будет выглядеть спецификация, если элементов в проекте нет. Спецификацию создать можно, но она просто будет вот такой пустой. У нее будет просто вот такая шапка с названием и с названием столбцов. И все. Если элементы в проекте появляются, то сразу же в дальнейшем спецификация будет заполняться автоматически. Сейчас это как раз и продемонстрируем. Сейчас у меня здесь нету никаких помещений. Так, момент. И если, допустим, я размещу какое-то помещение. Так. Так. Сейчас момент. Вот. Размещаем здесь помещение. Так, сейчас. Слишком тормозит. Слишком тормозит. Но ничего страшного. То вот мое помещение здесь разместилось. Как только я поместил элемент в проекте, он у меня появляется в спецификации. Помимо этого, есть уже какие-то готовые тоже ведомости с уже заполненными элементами. Допустим, спецификация с арматурой воздуховодов. Здесь уже есть какая-то табличка с данными, с количеством элементов. Но она не заполнена. Мы это сейчас исправим. Будем создавать свою спецификацию. Посмотрим, как она создается. И давайте перейдем во вкладку для создания спецификации. Спецификации создаются из вкладки «Вид». Значок отображается в виде вот такой небольшой таблички. Нажимаем сюда, и у нас выпадает список различных ведомостей и спецификаций для создания. Самая основная спецификация – это, собственно, первое значение – ведомость спецификации. Нажимаем сюда, и у нас появляется вот такое окошко. Для того, чтобы нам создать спецификацию, нам нужно выбрать какую-то категорию в «Revite». Собственно, что мы будем размещать в таблице. К сожалению, нельзя выбрать, допустим, какие-то две категории. Допустим, иногда очень требуется создать ведомость и по дверям, и по окнам сразу же одновременно. Или там еще по каким-то элементам, по перекрытиям и по стенам. Но, к сожалению, две категории выбрать не получается, потому что Revit просто не дает. Но можно выбрать сразу же значение «несколько категорий». Что такое «несколько категорий»? Это вообще все категории в «Revite». И в дальнейшем вы уже сможете просто отфильтровать какие-то ненужные вам категории, оставить только те, которые вам необходимы. Поэтому здесь только два варианта. Либо вы выбираете одну категорию какую-то определенную, либо вообще все, и там уже фильтруете, как вам нужно. Давайте сейчас выберем категорию «Оборудование». Вот категория «Оборудование». У нас размещено оборудование в проекте. Далее, после выбора категории, мы пишем имя спецификации, пусть она останется таким, какой есть. Вот спецификация оборудования. И нажимаем «Ок». После нажатия «Ок» мы заходим в основное окно с настройками спецификации. Что мы должны сделать первое? Первое – это мы должны добавить определенные поля, определенные столбцы в нашу спецификацию. Столбцы, как я говорил, это параметры определенной категории. Сверху здесь мы видим, какая у нас категория присутствует, это оборудование. И дальше мы видим доступные поля. Что это за доступные поля? Это вообще все параметры в проекте для категории «Оборудование». Вот их тут достаточно много различных. И давайте выберем какие-то из них. Допустим, ну первое, давайте выберем наименование, либо марку. Вот наименование. После наименования мы можем выбрать, допустим, марку элемента. Примечания какие-то. И, ну, допустим, число. Давайте пока что так. Мы выбрали 4 поля спецификации, которые будут размещаться вот в этой таблице. В дальнейшем можно поменять расположение определенных полей. Допустим, примечания я хочу в самый низ опустить. И нажимаю вот здесь, выделяю примечания и нажимаю вниз на стрелочку. И нажимаем «Ок». Пока что мы больше ничего настраивать не будем. Нажмем «Ок» и посмотрим, что у нас получилось. Собственно, вот что у нас получилось. Такая большая таблица. И в ней, ну, достаточно много элементов. Это больше сотни точно. Здесь у нас наименование прописано. Здесь у нас кондиционеры, клапаны и так далее. Сюда попало все оборудование, которое есть в проекте. И видно, что для каждого элемента сейчас Revit создал отдельную строчку. Можно это определить из параметра число. Число – это количество элементов. И видно, что элементы по одному размещены. Здесь везде единички. Понятно, что нас такая таблица не устраивает по оформлению, что она слишком громоздкая. И, по идее, нам нужно ее как-то сгруппировать по определенным параметрам. Давайте посмотрим, как это делается. Для дальнейшего захода опять в свойства спецификации мы нажимаем в окне свойств на любое из значений поля, фильтры, сортировка, группировка, форматирование и вид. Здесь есть пять кнопок «Изменить». Можно на любую нажать, и у нас откроется все то же окно. Просто на различных вкладках. Теперь давайте разберемся с вкладкой «Сортировка группирования». Сейчас у нас никакой сортировки группирования нет, поэтому таблица такая громоздкая получается. Для того, чтобы сортировать вот эту таблицу, сделать ее покомпактней, мы что можем сделать? Мы можем выбрать какой-то определенный параметр и сортировать по нему. Сейчас у нас в полях заданы четыре различных параметра. Я могу любое из них выбрать для сортировки. Выбираем вот здесь вот из списка. У нас вот есть, допустим, наименование. Давайте по наименованию попробуем. Нажимаю наименование. Здесь я выбираю по возрастанию, либо по убыванию будет сортировка идти. И что у нас получится? Давайте нажмем «Ок». И сейчас по наименованию у нас отсортировалась таблица. Начинается как бы с буквы «В», но по алфавиту. С буквы «В» и в дальнейшем по алфавиту до буквы, ну, соответственно, до буквы «Э» – электрический конвектор. Но это еще не все. Далее нам нужно теперь, после сортировки, нам нужно еще сгруппировать эту табличку, чтобы у нас она была покомпактнее. Для группировки таблицы необходимо убрать галочку для каждого экземпляра. Галочка для каждого экземпляра создает в Revit для каждой строчки, ну, точнее, для каждого элемента отдельную строчку. Если эту галочку убрать, то у нас получится так, что ведомость сгруппируется по параметру наименования. Все элементы, у которых одинаковое наименование, они как бы схлопнутся в одну строчку. Здесь прекрасно видно, что, допустим, вентилятор бытовой осевой венц, их раз, два, три, четыре, пять строк. И, соответственно, если я сейчас вот при таких настройках нажму «Ок», то у меня видно, да, что вот эта строчка, эти пять позиций превратились в одну, и количество теперь у меня стоит пять. И, соответственно, по остальным позициям тоже я сразу же, видите, могу посчитать уже количество элементов. Помимо сортировки по определенному параметру, мы еще можем задавать заголовки. Допустим, давайте попробуем сделать так. У нас есть параметр, называется «Имя системы». Мы его тоже добавим. И видим, что у меня здесь тоже прописывается определенное значение. Давайте теперь сделаем так. Допустим, нам нужно оборудование разбить вначале по системам, а потом уже по наименованию. Это можно легко сделать. У нас в сортировке группирования есть несколько значений, несколько позиций, где мы можем отсортировать. То есть, вначале мы выбираем имя системы, а затем уже наименование. Нажимаем «Ок». И вот у меня вначале идут элементы по системам. К сожалению, здесь есть некоторые элементы, у которых системы нет никакой. Но это можно в дальнейшем отфильтровать. И теперь я могу имя системы вынести не сбоку, вот здесь, отдельным столбцом, а, допустим, сделать его заголовком. Для создания заголовков я в сортировке группирования нажимаю напротив вот этого параметра, там, где у нас имя системы, я нажимаю галочку «Заголовок» и нажимаю «Ок». И у меня вот здесь теперь размещаются отдельно каждая, можно сказать, система с определенным набором оборудования. Допустим, в системе V3K у меня вентилятор крышный, клапан и стакан монтажный. В дальнейшем мне вот этот столбик уже не нужен. И, соответственно, я его могу скрыть. Для скрытия определенного столбца мы переходим во вкладку «Форматирование», выбираем определенный столбец и нажимаем на скрытое поле. Поле скрылось, но сортировка и группирование осталось по вот этому параметру. Если бы я его удалил полностью из поля, то, соответственно, у меня вся бы вот эта сортировка и группирование исчезла. Поэтому, если вы хотите загруппировать по какому-то параметру и в дальнейшем его скрыть, то вы его скрываете, а удалять его нет необходимости. Далее. Помимо того, что мы можем сортировать, группировать спецификацию, помимо этого мы можем в фильтрах убирать какие-то лишние элементы. Для этого мы также можем выбирать определенные параметры и на основе значения этих параметров мы можем какие-то элементы скрывать. Что здесь можно скрыть? Допустим, те элементы, у которых нет параметра имя системы, у которых оно пустое. Вот эти элементы я просто скрою. Каким образом это сделать? Я выбираю в фильтрах параметр имя системы и выбираю равно пустое значение. Нажимаю ОК. Так, извиняюсь, что-то не получается. Давайте попробуем больше. Сейчас у меня все элементы с пустым значением имени системы у меня скрылись и остались только те, у которых имя системы есть. В спецификациях есть очень хорошая особенность. Это при выделении какого-то элементов в спецификации появляется кнопка «Выделить в модели». Соответственно, если я нажимаю на эту кнопку, давайте я выбираю этот клапан, нажимаю «Выделить в модели», и Revit у меня начинает искать подходящие виды, на которых этот элемент размещается, на которых он виден. Я могу дальше нажимать кнопку «Показать», и он мне будет переключать каждый вид, пока я не найду подходящий. Вот, допустим, на 3D-виде хорошо видно, я могу здесь остановиться. Нажимаю «Закрыть», и, соответственно, вот он мой этот клапан, который размещался в ведомости. Для удобства в дальнейшем я, допустим, могу его подрезать рамкой выбора, чтобы у меня остальные элементы не показывались, а отображался только этот клапан. Вот такая вот подрезочка. все отлично, можно удобно посмотреть, где размещен этот клапан, его какие-то параметры, характеристики и так далее. Возвращаемся обратно к нашей таблице. Спецификация оборудования. Вопросов пока нет. Идем дальше. Помимо сортировки и фильтрации, у нас еще есть так называемые расчетные параметры и параметры проекта. Допустим, у нас, конечно, здесь огромное количество различных параметров, практически полностью удовлетворяющих можно сказать, любого проектировщика в Revit. Но бывают ситуации, когда все-таки нужен какой-то новый параметр для ведомости. Параметр можно добавлять в любой момент. Допустим, давайте для нашей таблицы оборудования добавим какой-то параметр. Я его никак не буду определенным образом называть, просто назову параметр 1 и все. Для этого в вкладке поля мы нажимаем на кнопку создать параметр. Появляется вот такое окошко. Здесь я пишу имя своего параметра. Я просто напишу параметр 1. Далее я выбираю, в какой категории он у меня будет находиться и какой тип данных у меня там будет вводиться. Давайте сделаем текстовый параметр, который будет определять какую-то атрибутивную информацию нашего оборудования. Выбираем тип данных текст и, допустим, группирование. Давайте его в прощее занесем. Дальше нажимаем на выбор типа или экземпляра. Будет ли это параметром типа, либо параметром экземпляра. Давайте зададим его параметром типа. и нажимаем ОК. Появился наш параметр. Значения параметра ясно, что будут пустыми, но теперь я могу забивать значения параметров непосредственно из таблицы, либо я могу это сделать из моего, допустим, 3D-вида. Вот мой клапан, который я выделял до этого. И где этот параметр у меня теперь появился? Так как параметр я задал экземпляра, ой, прошу прощения, не экземпляра, типа, то, соответственно, этот параметр у меня будет фигурировать в свойствах типа, вот здесь, в этом окне. Опускаемся вниз и видим, что в разделе прочее, я указал как раз, что мой параметр будет в разделе прочее, у меня отображается, вот он, этот параметр 1. Здесь я могу заносить уже какую-то определенную информацию по моему элементу. Ну, допустим, давайте просто информация. Нажимаем ОК. И что видим? Если я перейду сейчас спецификацию оборудования, то, соответственно, видите, да, что в каждом... В каждом клапане данного типа, а их у меня, вот, оказывается, сколько много, это один и тот же клапан, просто находится в различных системах, появилась вот эта вот информация о этом клапане. Также я могу изменять эту информацию и из таблицы, соответственно. Допустим, ну, давайте просто циферки поставим. Так как этот параметр является параметром типа, то в данной ситуации мне Revit уже говорит, что данное изменение будет применено ко всем элементам следующего типа. Вот этот тип написан здесь. И, соответственно, после нажатия ОК я вижу, что все данные клапаны, у них поменялось назначение этого параметра. Вот на 1, 1, 1. Идем дальше. Помимо параметров, которые можно создавать, можно создавать еще расчетные, так называемые расчетные значения. Что такое расчетные значения и для чего эти расчетные значения нужны? Допустим, у нас есть спецификация, допустим, по воздуховодам, в которой есть параметр длины воздуховода. И понятно, что Revit, он считает фактически, какая длина у нас присутствует в проекте суммарная. Но, допустим, для закупок может потребоваться, допустим, какое-то увеличение на какой-то процент этой длины, допустим, на 10%. И, соответственно, Revit не может взять и определенное значение изменить. Для этого как раз и создаются расчетные значения. Давайте как раз рассмотрим этот вариант на воздуховодах. Выбираем готовую ведомость. Ведомость воздуховодов. Сейчас момент, если я ее найду. Вот, круглые воздуховоды. Давайте ее выберем. Вот есть такая табличка воздуховодов. Здесь есть данный столбец с длиной. Давайте я, во-первых, покажу название заголовков. Вот, длина. У нас есть вот такой параметр длины. И, соответственно, это фактическая длина. Ее даже можно посмотреть, допустим, если я выделю какой-то воздуховод. Вот он небольшой. Я могу посмотреть его длину. Вот, 589 мм. Но как раз таки вот здесь у нас это поле является длиной уже с каким-то коэффициентом. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть две длины. Одна длина фактическая. Вот я ее включил, она была скрыта. 17,7 метров. И, соответственно, вторая длина 21,2 метра. Это уже длина с коэффициентом. Давайте я ее удалю сейчас, и мы заново прям полностью создадим. У нас вот есть параметр длина, который фактической длиной является. А нам, допустим, для проекта нужно какой-то запас иметь все-таки. Вот, поэтому для этого мы создаем расчетное значение. Во вкладке поля мы нажимаем на кнопку добавить рассчитанный параметр. Появляется вот такое окошко. Здесь мы также добавляем, напишем имя, длина с коэффициентом. Вот так пусть будет. Далее мы выбираем тип данных. Тип данных у нас, это не число, а тип данных у нас длина. Потому что мы будем оперировать вот этой длиной. Тип данных длина выбираем. И в дальнейшем, вот тут вот формулу, нам нужно вписать какие-то параметры, которые мы будем через эти расчетные значения выводить. Какие нам параметры нужны? Нас тут нам нужен параметр длины. Мы его можем вписать просто с клавиатуры. Если параметр, допустим, слишком длинное название, то можно выбрать из списка. Нажатием вот на этот квадратик, три точки. И здесь будет список тех полей, которые занесены в спецификацию. Ну, вот видно, что они абсолютно идентичны. Что здесь, что здесь. И, соответственно, выбираем параметр длины. И далее выбираем коэффициент. Ну, допустим, давайте умножим на 1,2. На 20% больше будет. Нажимаем ОК. Так, непредвиденная запятая. Извиняюсь, не запятая, а точка. Вот 1,2. Ну, вот мы создали параметр длины с коэффициентом. Этого параметра нету в списке параметров категории воздуховоды. Он просто будет фигурировать только в самой таблице. Вот я нажму ОК. Вот он мой параметр длины. Но видно, да, что сейчас ее значения не видны. Почему не видны? Для того, чтобы значения были видны во вкладке форматирования, мы должны задать вычисление итогов. Здесь есть несколько вариантов расчета. Мы нажимаем вычислять итоги. То есть нам Revit будет показывать сумму по определенным элементам. Нажимаем вычислять итоги. Нажимаем ОК. Так, извиняюсь, что я сделал. Так, еще раз. Так. Нажали вычислять итоги и у нас появилась здесь длина. Но видно, да, что длина у нас не такая неподходящая. Она в миллиметрах, а здесь в метрах. Нам нужно отображение в метрах иметь. Поэтому здесь нам нужно еще немножечко поработать. Нам нужно изменить формат данных. Во вкладке форматирования опять же выбираем нашу длину с коэффициентом и выбираем формат поля. В формат поля здесь как раз выбираются единицы измерения, округления, обозначения единиц и так далее. Сейчас стоит галочка использовать параметры проекта. Так как у нас в параметрах проекта для типа данных длина используются миллиметры, то, соответственно, в этой спецификации те же самые миллиметры и используются. Но если эту галочку выключить, мы можем для определенной спецификации назначить те единицы измерения, которые необходимы. Допустим, не миллиметры, а метры. И округление сделаем до двух знаков после забитой. Обозначение единиц, ну, здесь оно, я думаю, не требуется, поэтому мы его выключим. И нажимаем ОК. Еще раз ОК. И вот теперь у меня уже отображение идет в метрах так, как надо. Далее, длина фактическая мне, в принципе, уже не нужна, поэтому я тоже скрываю этот столбец. Не надо его удалять, потому что, опять же, если мы этот столбец удалим, то для столбца длина с коэффициентом не будет данных для расчета, поэтому он тоже удалится. Поэтому просто скрываем. А длину с коэффициентом можно переименовать просто в длину. Либо длина и в скобочках написать, что это 20% запас. Идем дальше. Теперь давайте вернемся к нашей табличке с оборудованием, которую мы создавали. Спецификация оборудования. Здесь нам что осталось? Нам осталось рассмотреть отображение спецификации. Допустим, как нам поменять шрифт, как нам поменять расположение значений, чтобы оно было по центру, допустим, и так далее. Когда вы создаете спецификацию, зачастую у вас значения параметров могут не соответствовать тому значению в заголовках, которое требуется. Допустим, здесь параметр 1. Я могу спокойно этот параметр здесь переписать. Допустим, давайте не параметр 1, а это комментарии. Комментарии. Нажимаю Enter. То же самое можно делать из вкладки форматирования. В вкладке форматирования у нас есть поля и есть заголовок, который будет отображаться в таблице. Допустим, наименование и техническая характеристика. Вместо марки, там тоже можно марка, тип. Я, к сожалению, не помню, как там правильно писать полное название. Вместо числа можно написать количество. Сокращенно. И так далее. После всех этих манипуляций нажимаем ОК. У меня поменялись все вот эти названия в заголовках. И теперь еще само название спецификации тоже можно поменять. Если я сейчас возьму и спецификацию, вот этот заголовок, и спецификации поменяю, то, допустим, спецификация оборудования 2, то я вижу, что у меня моя спецификация изменилась и в диспетчере проектов. Но бывает, опять же, зачастую, что спецификация, вот здесь название спецификации в диспетчере проектов, у меня должно быть одно, а здесь в заголовке что-то другое написано. Поэтому тоже выход из этой ситуации есть. Допустим, здесь мне нужно написать спецификации оборудования, а здесь мне нужно что-то другое, более подробное. Поэтому я нажимаю, я выделяю эту ячейку и нажимаю Очистить ячейку. После очистки ячейки я теперь здесь могу написать все, что угодно. Допустим, Ведомость оборудования. Там, изделий, материалов, Ведомость об оборудовании и изделий. Нажимаю Enter. И видно, что в диспетчере проектов название не поменялось, здесь уже оно другое. Далее. Все манипуляции с отображением, с какими-то шрифтами, с толщиной шрифта и так далее, мы можем изменять их из панели задач. Здесь у нас есть шрифт, здесь есть границы, выравнивание по горизонтали и по вертикали. Вот, допустим, давайте выберем наш столбец с количеством и сделаем выравнивание по центру. Для этого выделяем полностью весь столбец. Для этого нужно нажать на буквенное обозначение этого столбца. А, Б, С, Д, Е. Допустим, В, С. Он выделяет сразу же всю колонку. И нажимаем выравнивание по горизонтали, по центру. Далее, допустим, можно поменять шрифт. Сейчас стоит GhostCommand, полужирный курсив. Давайте сделаем не курсив, просто полужирный. Вот, собственно, он изменил. Так мы можем изменять определенный, допустим, столбец. А как изменить всю ведомость? Допустим, поменять у нее шрифт. Заходим во вкладку видимость. И во вкладке видимость у нас в разделе текст есть текст-заголовка. Текст-заголовка – это, собственно, вот эта вот шапка. Там, где у меня написано «Ведомость оборудования изделий». Дальше текст-заголовков – это уже заголовки моих параметров, название параметров. И, соответственно, текст графов – это все остальное. Все, что у меня вот здесь ниже находится. Здесь мы выбираем уже определенный какой-то шрифт. Давайте выберем, допустим, для заголовков у нас будет жирный какой-нибудь текст 5-миллиметровый. А для текст-графов выберем основной текст 2,5 и нажимаем «Ок». Вот что получилось. У меня здесь теперь достаточно большой текст. И вот здесь у меня тоже текст изменился. Собственно, «Ведомость» мы создали. Давайте теперь ее разместим на листе. При размещении «Ведомости» здесь ничего сложного нет. Переходим на «Лист» с рамкой. И для размещения «Ведомости» есть два варианта. Мы можем во вкладке «Вид» нажать на кнопку «Разместить вид» и найти необходимую «Ведомость». Но это, конечно, сложно, потому что видов достаточно много. Здесь еще планы, 3D виды, вообще все, что есть. Поэтому есть гораздо проще вариант. Это просто перетянуть из диспетчера проектов необходимый вид со спецификацией. Просто я ее выделяю, зажимаю левой кнопкой мыши и перетягиваю сюда. Вот моя такая «Ведомость». Значений очень много, поэтому, понятное дело, что здесь нужно будет разделять эту «Ведомость» на несколько листов. Давайте, чтобы нам все-таки время не терять, я ее выровню. Выровню по листу вот так. И, допустим, я размещу ее на листе побольше, на «А1». Чтобы она у меня влезла. «Ведомость», если она у вас не влазит, вот она у меня такая высокая, большая, длинная. При выделении этой «Ведомости» по ее центру, вот здесь вот, появляется вот такой вот небольшой зигзаг. Эта кнопка разделяет таблицу на две. Нажимаем на нее и, видите, у меня часть перешла в другой столбец. Теперь у меня нормально вся «Ведомость» влезла. Далее. Также прямо из листа можно изменять ширину вот этих моих столбцов. При выделении здесь появляются такие треугольнички, за которые я могу тянуть и изменять ширину каких-то графов, подгоняя ее под нужды. Какие-то. Ну, вот так уже некрасиво. Комментарии вот так пусть будет. К сожалению, здесь нет никаких привязок, допустим, чтобы получить ровное значение, там, 10, допустим, сантиметров. Здесь все так на глаз. Если вы хотите, чтобы ваша таблица была ровная, допустим, с целыми значениями, это нужно делать только из самой «Ведомости». Кстати, чуть не забыл, для размещения, точнее, для редактирования «Ведомости», допустим, вы ее разместили на листе, для ее редактирования вы можете щелкнуть два раза мышкой по этой «Ведомости», и у вас автоматически «Ревит» перейдет в «Редактирование». И здесь уже при выделении определенных столбцов мы можем изменять его размер, допустим, вот наименование «Техническая характеристика», нажимаем «Изменить», и видно, да, здесь, что значение неровное. Давайте выровняем его, ну, пусть будет 120 мм. И нажимаем «Ок». Итак, для остальных столбцов тоже можно сделать. И в дальнейшем, ну, здесь, конечно, особой разницы мы не увидим, но, понятно, она есть. Можно померить. Допустим, создать реанимационную линию и приблизительно сделать 100 мм. Так, извиняюсь, 120, еще 20. И видно, да, что линия попала прямо точно в цель, что эта графа у меня ровно 120 мм. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. И я жду ваши вопросы. Вопросы уже есть. Как скрыть расчетные значения, которые равны нулю? Расчетные значения, которые равны нулю, можно скрыть при помощи фильтрации. Когда вы переходите во вкладку «Фильтры», давайте я покажу это на примере с круглыми воздуховодами. У меня здесь появился, видите, мой фильтр, в фильтрах мой параметр длина с коэффициентом. И я просто задаю, что больше, больше нуля. И все. Либо, допустим, давайте не больше нуля, а больше 100 мм. Нажимаем «Окей». Все, у меня значения воздуховодов больше 100 мм присутствуют, а меньше они исчезли. Так, еще вопросы. Сергей, можно ли сделать, да, можно ли сделать округление? А, так, подождите, сейчас. А чтобы строка осталась? Так, я честно не понял вопроса, в каком плане строка осталась? Сергей, уточните вопрос, и Станислав тогда чуть-чуть позже вернется к нему и ответит по возможности. Пока дальше. Да, я про запись еще раз скажу, извиняюсь, Станислав, что перебил. Запись будет через несколько дней после вебинара, мы выкладываем на сайте ЗАНС. После этого делаем рассылку по e-mail пользователей, которые зарегистрировались на вебинар. Соответственно, если вы регистрируетесь на вебинар, то вам придет запись, и вы сможете посмотреть. Да, Станислав, передаю слово. Да, здесь еще вопрос по поводу округления значений. В большую сторону. Да, есть такая проблема, когда я задаю форматирование, формат поля, вот здесь округление. Он у меня округляет и в большую, и в меньшую сторону, ну куда ближе. Если вам нужно только в большую сторону, то здесь есть один момент такой интересный. Здесь нужно уже использовать расчетные значения. В расчетных значениях, в формулах, можно задавать вот здесь определенные синтакси с естью формул. И, соответственно, длину можно указывать с формулой round, если я round up. То есть она будет округляться в большую сторону. Сейчас я, возможно, я ошибся в написании синтаксис. Синтаксис именно в формуле в этой, да, несовместимые единицы. Возможно, я неправильно написал. Но этот синтаксис, его можно посмотреть в справочнике Revit в Help и использовать вот этот синтаксис. Вот, соответственно, round up, round down у вас будет округление либо вниз, либо вверх. Так, сейчас здесь как раз Сергей прокомментировал. Например, делаем ведомость для кабелей для одного типа сечений для разных марок. Так, итоги расчеты, итоги расчеты нужны все в том числе 0, но отображать их не нужно. Так, если я правильно вас понял, я, конечно, надеюсь на это. И отображать их не нужно. Честно, Сергей, не могу понять ваш вопрос. Для значений, которые вам отображать не нужно, вы задаете фильтр. Выбираете параметр, выбираете критерий фильтрации и выбираете значения. Вот, если вам не нужны нули, то, соответственно, вы задаете, чтобы в фильтрации значения равные нулю просто не отображались и все. Вот, к сожалению, я надеюсь, я правильно вас понял и ответил на ваш вопрос. Вопрос, как вы видите на нескольких оформленных листах? Здесь тоже есть свой нюанс. К сожалению, нельзя разделить эту ведомость быстро. Конечно, это было бы очень удобно. Но есть другой вариант. Вам нужно создать, соответственно, если вы хотите разместить, допустим, на двух листах ведомость, то вам нужно две ведомости. Обычно это разделение, допустим, идет по этажам, либо по каким-то системам. Вы просто задаете в фильтре какой-то параметр и частично вашу таблицу просто обрезаете. А на следующей таблице вы, наоборот, делаете фильтр таким образом, чтобы оставшаяся часть, допустим, оборудования размещалась уже в другой ведомости. Вот таким вот образом нужно делать все через фильтры. К сожалению, быстрого способа разместить вот такую большую ведомость, сразу же разделить ее на несколько листов не получится. Так, следующий вопрос. Если у нас есть элементы, на которые нет семейств, например, провода, то как их можно считать? Провода считаются автоматически при создании цепей в Ревите. Допустим, вы размещаете два оборудования, создаете цепь и включаете эти два оборудования в цепь. И у вас длина посчитается автоматически для цепи. Допустим, чтобы посчитать длину кабеля, вам тогда надо создавать ведомость по категории... Сейчас я вам покажу... Я вам покажу по категории... Электрические цепи. И в этой категории будет параметр длина кабеля. Дальше вопрос. Можно ли сводить в спецификацию кабели по группам или по щиткам? Есть ли возможность установки... Так, давайте начали на этот вопрос. По щиткам сводить можно. Точно так же вы просто группируете по параметру имя... Там я, к сожалению, не помню, как параметр называется. Имя щитка кажется так. У меня просто нет с собой проекта по электрике, только по вентиляции. Здесь, к сожалению, нет этих элементов. Далее. Есть ли возможность установки соответствующего атрибута на электрических проводах с последующей фильтрацией в спецификации по заданному пользовательскому атрибуту? Да, конечно, так же вы можете задать свой параметр, задать в него какое-то значение и отфильтровать по этому значению. Это все спокойно можно делать. А, вот вы про что. Можно ли расчетное значение, которое равно 0, отобразить в виде пустой строки? Знаете, интересный вопрос. Интересный вопрос. Можно, наверное, вот так сделать, но я не уверен, что получится. Через расчетные параметры... К сожалению, вот прям сомневаюсь, что получится. Через расчетные параметры в... Вот здесь в формуле можно написать, допустим, такую формулу. Если... Допустим, параметр... Ну, давайте так. Длину сейчас здесь какую-нибудь добавим. Перейду на другую ведомость. Допустим, если длина равна там какому-то значению, там меньше, допустим, 0,1, то мы отображаем пустое значение. Пустое значение отображается просто вот так вот в кавычках. Нет, к сожалению, я уже понял, что не получится. Вот. И вот почему. Потому что тип данных длина присутствует только... Ну, соответственно, только для длины. А пустое значение это... Пустое значение не является параметром типа длины. Пустое значение это... Ну, даже это можно сказать текстовый параметр. Вот. Поэтому здесь, конечно, не получится сделать то, что вы хотите. Так, можно ли... Так, сейчас, подождите. Так, я... Примеры проектов EOM и EO. Это достаточно сложно. Пока Станислав вопрос следующий читает, я пару слов скажу по поводу следующих вебинаров. И вообще, я уже озвучил на наших вебинарах, что обязательно пишите ваши пожелания по будущим темам или по изменению предложения какие-то по текущим вебинарам. Мы их собираем и обязательно в следующих планируемых вебинарах будем учитывать. Единственное, что нужно понимать, что текущие на этот год программа вебинаров у нас уже распланированная, она будет проводиться, возможно, с какими-то там небольшими корректировками. А со следующего года те вебинары, которые мы будем планировать, они уже будут исходя из ваших пожеланий. Поэтому обязательно оставляйте комментарии. Мы эту информацию собираем и на основании этого, в том числе, потом формируем темы для следующих вебинаров. Да. Есть ли возможность автоматически создавать ведомость запасных частей инструментов принадлежностей для определенного оборудования? Самостоятельно задавать, изменять перечень элементов для такой ведомости? Здесь вопрос вот в чем. Как я уже сказал, в ведомости отображаются только те элементы, которые присутствуют в проекте. Соответственно, если у вас в оборудовании есть какие-то там запасные элементы, части, инструменты, то, соответственно, они тоже должны быть в этом проекте. Их тоже нужно будет размещать. Здесь каким образом я это вижу? В вашем оборудовании, я, возможно, про это уже говорил, в семействах оборудования и вообще, в принципе, в семействах Revit можно вкладывать, так сказать, дочерние какие-то семейства, которые будут тоже отображаться в ведомости и спецификации. Соответственно, вы в оборудовании свое основное заносите еще какие-то семейства прямо внутрь него и загружаете в проект. И, соответственно, у вас помимо этого оборудования еще будет включаться в ведомость те элементы, которые в этом оборудовании присутствуют. Так что я вот думаю, что вот такое решение, в принципе, оно может быть выигрышным. Дальше. Как получить сумму труб одинакового диаметра, но разной длины? Здесь все просто. Здесь вам нужно просто трубы сгруппировать по диаметру. И все. Вы группируете трубы по диаметру и задаете параметр длина с расчетом итогов. Еще вопрос. Можно ли учесть различные способы прокладки кабеля? На лотке, в трубе, без трубы, чтобы Revit автоматически считал длины? Прокладки кабеля. Способы прокладки кабеля. Здесь, наверное, нужно будет задавать определенные параметры. для каждого вида прокладки. В лотке, в трубе, без трубы и так далее. Я думаю, здесь уже можно будет потом. Вы просто задаете, допустим, для определенного способа этот атрибут. Что это в лотке, что это в трубе, что это без трубы и так далее. И просто потом уже фильтруете и рассчитываете длину для определенного способа. Так, уже, наверное, все. Вопросов больше новых нет. Коллеги, спасибо за участие, спасибо за вопросы. Станислав, спасибо за выступление. Действительно, у нас по времени как раз мы закончили. Поэтому, если у вас остались вопросы, можете написать на слайде, видна почта, инфособачказанс.ру. Мы эти вопросы обработаем и ответим вам. Еще раз спасибо. До скорых встреч на следующих вебинарах. Да, спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok